Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влогах канала Лена и Ваня Лайф. Ну а пока я буду рассказывать, что у них произошло во влогах, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Ну а мы переходим ко влогам канала Лена и Ваня Лайф. По-прежнему ходят по набережной. Да, Лена говорит, тут все ходят и мы ходим. Ну, действительно. Как все, так и вы. И, вы знаете, вот очень хотят в отель попасть. То они говорили о том, что, мол, присылайте нам донаты, и тогда только мы сможем пойти в отель с гостевым визитом. А тут вдруг, смотрю, у них деньги появились. Ну, я думаю, так, что или им донаты кто-то прислал, ну или, в самом деле, у них были деньги, и они донаты хотели просто как экстра иметь деньги, да, как дополнительные какие-то финансы. И вот гостевой вход в этот отель 40 евро на взрослого и 20 евро на ребенка. То есть, я так понимаю, на 60 евро Лена попала, будем так говорить. И ребенок только до 12 лет включительно. То есть, я так понимаю, что в следующем году Ване исполняется 12 лет, еще, ну, возможно, его пропустят, да, за полцены. А дальше, если через год, к примеру, да, ему уже будет более 12 лет, то, я думаю, Лена вряд ли будет ходить с гостевыми визитами по отелям. Потому как, все-таки, есть разница полцены, заплатить или полную цену. Ну, посмотрим, конечно, как и что будет дальше. Но, я думаю, что вряд ли Лена будет так вот спокойно ходить с гостевыми визитами. Ну, или будет трясти своих донатеров. Ну, и, конечно же, этот отель по всем параметрам лучше утопии. Почему? Потому как, во-первых, дешевле, но, во-вторых, им еще и на анимацию разрешили остаться. Представляете? В общем, Лена счастлива безумно. До 10 вечера разрешают остаться. В общем, Лена, да, до сих пор мне без счастья. Правда, чуть позже выяснится, что почему-то сразу 10 вечера превратились в половину десятого. Но это будет потом. Инна должна приехать в гости. В общем, все прелести жизни и все для Лены в этой турции. И на анимацию она останется. И гостевой вход не так дорог, как мог бы быть. И Инну, они снова увидят, Лена именно в гости к ним приедет. В общем, счастье, счастье, счастье. И снова Лена поет свою песню. Усыновите меня, удочерите меня, оставьте меня здесь. Здесь жить. И вот она в эти моменты абсолютно не думает о Ване. Хочет ли Ване тут жить? Как ему здесь будет житься? Он даже, если на минуточку представим, что они купили недвижимость в Турции. На секундочку, да? Она про Ваню вообще не думает. А как же Андрей? Андрей ведь не особо любит в Турцию, по словам Лены, даже вот в отпуск ездить. А она совсем, если Лена кто-нибудь удочерит или усыновит, или не переедет в Турцию жить. Вот честное слово, не знаю, думает ли Лена о своих родных и близких или нет. А как же Оксана, без которой она жить не может? Самый родной и близкий человек на свете. Оксана вряд ли захочет насовсем в Турцию переехать. Правильно Лена говорит? Нет таких людей, которые имеют ручку, как у чемодана. Да, вот так взял за ту ручку и понес. Она так, как Андрея сравнивала с чемоданом. И та самая ситуация с Оксаной, с Ваней. У них у всех нет ручек, за которые можно было взять и повезти с собой. Но Лена в эти моменты думает только о себе. Да, в принципе, не только в эти моменты. Практически всегда Лена думает только о себе. И только ее интересы превыше всех других интересов других людей. Лена эгоистка. Хотя, в принципе, я не понимаю, как можно быть мамой и быть эгоисткой. Да, можно быть дочерью и быть эгоисткой. Эгоистка дочь. Нормально, да? Когда все для дочери и дочек растает эгоисткой. Можно быть сестрой эгоисткой. Да, можно быть. Когда только в свою сторону смотришь, а в сторону сестры вообще никак, да? Можно. Можно быть женой эгоисткой. Можно быть, действительно. Можно. Все только для себя, да? Муж уже как муж обойдется. А как быть эгоисткой мамой, я не знаю. Когда у женщины рождается ребёнок, она уже перестаёт быть подчинена самой себе. Она подчинена целиком и полностью этому ребёнку. И не важно, сколько лет этому ребёнку. Абсолютно не важно. Она целиком и полностью зависит от его интереса, от его желания и прочего, и прочего, и прочего. Но здесь нет. Лена свои интересы ставит превыше всего, конечно же. Лена мама эгоистка. Уникальный случай. Оксана разговаривает по телефону. И, я так понимаю, поздравляет сына Юры с днём рождения. Говорит, 22 года. Лена говорит, ну от меня тоже, мол, поздравление передавать. 22 года, круглая дата, юбилей. Я думала, что мне что-то послышалось. Я перемотала обратно. Нет, 22, это оказывается круглая дата. Это ещё плюс ко всему юбилей. Это вообще, конечно, за гранью. И Лена имеет представление о том, что такое круглая дата, что такое юбилей. Но вообще как-то странно. И после всего этого она будет говорить, что она нормально закончила школу и, скажу больше, ещё в университете отучилась. Врёт и не краснеет. Ну а дальше, естественно, они идут на море. А для чего? Для того, чтобы наблюдать шикарные природы. Оказывается, природ много, и они все шикарны. Да, именно так Лена и выразилась. И Лена их будет наблюдать. Все эти шикарные природы. На пляже Лена. И говорит, вот посмотрите, докуда вода дошла. Думаю, ну докуда Лена дошла? До сюда она дошла. Ну а как тебе-то есть вопрос? Докуда до сюда? Тудой? Сюдой. Тама? Тута. Здесь, я ещё могу сказать, да? Вообще, ужас какой-то, да. Лена, Лена, как ты разговариваешь? Книги надо читать. Ну хотя бы, я не знаю, элементарные какие-то книги надо прочитать в твоей жизни. Классику надо читать. Это уже, я понимаю, просто недостижимая высота для тебя. Но, Лена, ну так же никто не говорит. Ну в конце-то концу. У тебя ребёнок растёт, который слышит, как ты говоришь. Который берёт с тебя пример. Но больше, я так понимаю, ему пример врать не ского. Я так понимаю, он в классе не особо дружит с ребятами. Так что ты для него пример для подражания. А ты вот такой пример подаёшь. Ну не знаю. Увидела Лена, что море штормит. И говорит, какие бараны на волнах. Лена, это барашки. Да, они большие. Но из-за этого барашки не стали баранами. Ну бараны так, бараны. Вот, приехала наконец-то Инна. И, естественно, не с пустыми руками. Она привезла с собой шоколадки и кишью. Ну почему не кишью? Уже не первый раз Лена делает ошибку ударения в этом слове. Не понимаю, почему не кишью. Ну, кишью так кишью. Ваня ест очень странно черешню. Крайне странно. Даже Лена ему делает замечание. Говорит, Ваня, не надо портить черешню. Я так понимаю, он её надкусывает. Странно. Я такого ещё не видела, конечно. И Лена говорит, я её съем. Не порть черешню. И у меня сразу вспомнился анекдот. Не съем, так понадкусываю. Ну и, конечно же, Инна, когда они уже садили за столом, говорит, о, Ваня, молодец. Он понимает толк в бургерах. Да не понимает, а знает толк. Знают люди толк в чём-то, они понимают толк. Хотя, наверное, понимают тоже, могут знать. Но как-то больше знают. Да, принято говорить. Ну и, конечно, были они в отеле. В этом гостевом режиме. И, конечно же, спрашивают, говорит Лена, что же у вас за отель? Мол, где вы остановились? Что у вас за отель? А Лена, знаете, с таким вот величием говорит, у нас комплекс. Да, именно так она и заявила. Что там отель? У нас комплекс целый. И вот те люди, которые не знают Лену, которые не смотрят, в принципе, ни единого её блога не посмотрели, да, а вот только мельком увидели какой-то момент из её блогов, подумали, вот это да, у неё не отель, у неё целый комплекс. Вот эта богатая женщина может себе позволить целый комплекс. Молодец какая. Ну, а Лена, конечно же, не стала уточнять, что у них только квартира и та арендованная на время, на месяц, на полтора, на два максимум. Ну, конечно, зачем эти уточнения, да? К чёрту подробности, как в том анекдоте. Инна тоже должна подойти в этот отель и говорит Лена о том, что Инну они везде увидят. То есть, где бы Инна ни находилась, они её везде увидят. Ну да, Инна видна отовсюду. И вот я не знаю, для чего Лена это сказала, с тем, чтобы подчеркнуть размеры Инны, формы Инны, я не знаю. Лена посмотрела бы на себя в первую очередь. Лена, кстати говоря, тоже, если где-нибудь будет ходить по территории отеля, Лена тоже будет видна отовсюду. Но нет, надо обязательно сказать, что кто-то хуже, чем она. Обязательно. Пришли они позавтракать, и говорит Лена, и впадь, и калавратий. Я думала, Лена уже избавилась от этого выражения, от этой присказки, не особо приличной. Но нет, все неприличные выражения с Леной остались. И говорит, и впадь, и калавратий, и морковный суп. Лена, Лена, ужас, конечно, да. Это просто какой-то кошмар. Это верх невоспитанности. И в ее годы, как правильно Лена заметила, уже годы не те, чтобы ходить, наверное, не просто массаж. Ну так не выражаются, как минимум. Но, конечно, они говорят туда и сюда, они говорят, и докуда, досюда. И точно знают, что 22 года – это никакой не юбилей, и не круглая дата, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но, опять же, Лена остается Леной. Говорит о том, что отдыхают здесь европейцы в основном, но и русские тоже есть. Лен, вообще-то хочу напомнить, что Россия до Уральских гор – это тоже Европа. А после Европы – это Азия. После, простите, Уральских гор – это Азия. То есть до Уральских гор – это все Европа. Но Лена считает, что русские – они не европейцы. Нет. Тут в основном европейцы, но и русские тоже есть. Их пока немного, но вот… Немного, но есть. Говорит о том, что в Москве, если она в 6 часов утра просыпается, то это просто ужасно. Думаю, Лена, когда ты в Москве просыпалась в 6 часов? Ты в Зеленограде могла проснуться в 6 часов, да? Ну, никак не в Москве. В любой момент, когда ты просыпаешься, в любое время суток ты просыпаешься в Зеленограде, но никак не в Москве. Хотя, в принципе, с пены у рта доказывают, что нет, мы живем в Москве, хотя вы живете в Зеленограде. И в Москву вам приходится ездить для того, чтобы посетить какие-нибудь развлекательные центры или экскурсии, или прочее, прочее, прочее. Вы ездите в Москву. Так что все-таки ты не в Москве просыпаешься, в своем родном Зеленограде. Кстати говоря, отличный город. Я не знаю, почему Лена его так не любит. Не понимаю. Ну, а в Турции, конечно, абсолютно нормально в 6 утра проснуться, и ей абсолютно не хочется спать в 6 утра, ей хочется какой-то активности, ей хочется что-то пойти, что-то сделать, кого-то увидеть, с кем-то познакомиться, с подписчиками они увиделись. На шашлыке они пошли тоже с подписчиками. В общем, все замечательно, все хорошо. И подписчики еще им подарили какие-то, это, понимаете, продуктовые наборы в пакетах, какие-то сувениры. В общем, Лена счастлива до безумия. Турция, Турция, ее любимая Турция. Предлагали массаж. Я о нем чуть раньше сказала. Говорит, Лена, там с утра вот уходишь, там тебя прям увозят от отеля и привозят в отель. Ну, есть такая услуга, действительно. И прям вот 6-7 часов массажа. Релакс, массаж. И Оксана уточняет, говорит, просто массаж. Но Лена понимает, что уже только просто массаж, да? Говорит, уже не тот возраст для непросто массажа. Мы, говорит, уже не котируемся, уже все, возраст не тот. Но это Лена понимает. Но Лена не понимает, что возраст не тот. И комплекция, кстати говоря, тоже не так, когда она делает на себя очень коротенькую туничку, очень крайне коротенькую. И под нее не поддевает никакие хотя бы велосипедки. И начинает танцевать в этих своих любимых шорцах. Танцует, еще и ручки вверх поднимет. Так что, простите, уже ужас. Еще немного разделительное будет видно. Ну, ужас какой-то. Я не знаю, как можно так вообще себя вести. Я этого не понимаю. Но Лена считает, что она девочка-девочка. И как, Лена, лежаться на качельке? Покататься, да? На качельке. На одной. Не на качелях. На качельке. Покататься, да. Это нормально. Абсолютно. И вот так вот бегать, прыгать, ручки вверх. Помотать ручками. И побегать по берегу моря, да. И подержаться за ручки с кем-то. И то с Ваней, то с Оксаной. И снять какие-то видеоформаты шорц. Это абсолютно нормально. Вот именно в таком вот виде. Почему другого вида шорца не снять? Или она бегает по волнам? Или, простите, пьёт? Ну, да. Что Лена показывает, а то мы говорим. Да, вот и с Инной, когда вот они встречались, они шампанское, если я не ошибаюсь, пили. И до встречи с Инной тоже где-то они пили шампанское. И в Дим-чае тоже они пили. И пиво, и шампанское. Что-нибудь там только не пили. Это всё обязательно надо было показать нам в видеоформатах шорц. Я не знаю, для чего Лена это показывает. Ой. Но, тем не менее, что показывает, то и обсуждаем, да. Вот таким получился у меня обзор влогов канала Лена и Ваня Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, то, конечно же, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok